Практически ежедневно и из каждого утюга с логотипом БСТ, мы слышим о том, как чутко заботится власть о тех, кто ушел на СВО и о тех, кто остался ждать их дома. Те же самые власти строго следят за тем, чтобы никто никак не притеснял ни памяти павших, ни чувств ожидающих. Для этого ставятся памятники, мемориальные доски и закладываются всевозможные аллеи славы и памяти. Одна из первых таких аллей появилась в Уфе на улице Комсомольской уже в 2022 году. Она получила имя «Аллея возвращения домой». Согласитесь, очень символическое и очень обнадеживающее название. И призвана эта аллея была поддержать, конечно же, тех, кто ждет возвращения воинов с СВО и ожидает, как говорится, счастливого исхода всей этой истории. Аллею закладывали эту с помпой, с пафосом, с освещением в СМИ, чиновники со слезами на глазах и с лопатами в руках, значит, чего-то там копали и ковыряли. В общем, заложили аллею. Но прошло два года, и земля, на которой взошла вот эта аллея памяти и славы, внезапно понадобилась для строительства. А строительство, как известно, у команды Хабирова – это святое. И никакими слезами тут, как говорится, не помочь. Строительство разрешили, соответственно, аллею снесут. И тут никаким пафосом двухлетней давности уже не помочь и не пахнет. Если вы скажете, ну а при чем тут Хабиров, это же город, это мэрия и так далее, и так далее, нет. На самом деле вы будете глубоко неправы. В Башкирии уже давно и основательно практически все полномочия муниципалитетов с части распределения земли и выдачи разрешения под строительство находятся в руках Хабирова и его команды. Исключительно администрации главы и правительства. То есть, по сути, этим распоряжаются Хабиров и еще мадам Полянская, которая возглавляет Министерство земельных и имущественных отношений. Муниципалитеты практически никаких прав на распределение земель уже не имеют. Скандал с этой мемориальной аллеи уже докатился до московских кабинетов и там очень болезненно восприняли вот эту историю с двойными стандартами. С одной стороны, значит, мы тут с пафосом и со слезами на глазах закладываем аллеи, а с другой стороны, сносим все эти мемориальные сооружения, потому что нам что-то надо построить. Ну, собственно, наверное, московским чиновникам и сотрудникам администрации президента давно и все понятно про Хабирова. Единственное, что тут еще у нас на местах не все поняли, насколько вот это все носит двойной характер. С одной стороны, значит, тут рыдаем и клянемся в верности, а с другой стороны, ну, надо строить, значит, снесем. Вот такая вот история. На минувшей неделе стало известно, что в федеральном рейтинге мэр Уфы Ратмир Мавлиев занял пятое место среди всех мэров российских городов и близлежащей вселенной. Не стану комментировать принципы и критерии этого рейтинга, но отмечу, что так высоко в федеральных рейтингах мэров городов России не взлетал еще ни один глава города Уфы, ни Качкаев, ни Елалов, а учитывая то, как немного времени провел Мавлиев на посту мэра Уфы, этот взлет, конечно, такой подъем высоты, конечно, вызывает определенное восхищение. В Башкирском Белом доме к успехам молодого городоначальника относятся и относятся и относились и продолжают относиться весьма болезненно. Ведь у Хабирова лично не наблюдается, ну, сколько-нибудь заметных рейтинговых успехов. А сейчас и вовсе наблюдается экстремительное падение на дно рейтингов среди губернаторов Павловского федерального округа. На фоне этого, конечно, взлет Мавлиева очень нехорошо выглядит для того, как выглядит сам Хабиров в глазах населения и московского начальства. На мой взгляд, Ратмир Мавлиев вообще удивительным образом избежал прямого ассоциирования своей персоны с командой Хабирова. Мэру Уфы загадочным образом удается оставаться в ослепительно белом пальто рядом с этим бурлящим фекальным фонтаном репутации и разоблачений в команде Хабирова. По всей видимости, Ратмиру Мавлиеву удалось наладить процессы в собственном пиар-консалтинге, чего, конечно же, не скажешь о пиарщиках Хабирова. Некоторые СМИ считают, что консультантом ради Хабирова по части пиара является некий господин Агафонов. Ну, если это и так, и не так, неважно. Пиарщики у Хабирова, конечно, очень плохие. И то, что они ему советуют, и то, что они ему разрабатывают, конечно, никак не работает. И вот особенно на фоне вот этого молодого, стремительно развивающегося мэра Уфы, конечно, Хабиров выглядит весьма бледно. Если честно, я даже немного опасаюсь за белоснежное пальто Ратмира Мавлиева. У озабоченных, озлобленных и не очень умных людей, которые окружают Хабирова, соблазн кинуть каким-нибудь зловонным кизяком в это белое пальто, как правило, является доминирующим. В конце концов, конкуренция между мэром Уфы и главой региона у нас в Башкирии – это вообще-то национальный вид спорта. Вспомните, да, противостояние Качкаева и Хамитова, вспомните противостояние Качкаева и даже с Рахимовым, а после этого Елалова с тем же Хамитовым. То есть, ну, удивляться, наверное, не стоит тому, что постепенно в политической конструкции нашего региона вырабатывается некая точка напряжения, и это точка напряжения между главой региона и мэром столицы республики Ратмиром Мавлиевым. Если вы хотите помочь нашему каналу материально, то призываем вас оформить ежемесячную подписку на платформе Бусти на канал Открытая Политика или просто перечислять посильные для вас донаты на нашу Сберкарту, которую вы видите сейчас на экране. Помогая нашему каналу материально, вы вместе с нами противостоите тому хаосу и мракобесию, которая царит в медиапространстве региона и с которым мы в силу своих возможностей боремся. В Башкирии пополнился список предприятий, которые подлежат приватизации в ближайшее время. Теперь в частные руки планируется передать Башкиров Тодор, часть собственности совхоза Алексеевский, санатории Ассы и Таныб. Отмечу отдельно, что планы передачи в частные руки Башкирских санаторий вынашивала еще чета Хамитовых. Но тогда у них что-то там не склеилось, что-то пошло не так и приватизировать санаторий не удалось. Судя по всему, у Ради Хабирова эта идея срастается. А то, что касается приватизации Башкиров Тодора, это вообще отдельная тема, и мы вернемся к ней еще неоднократно. Вот только дождемся появления тени Германа Грефа или хотя бы Тауфана Садыгова. Вот тогда нам будет о чем поговорить. А вот приватизация совхоза Алексеевский, если точнее, то республиканской доли участия в этом предприятии, то тут, на мой взгляд, дело вовсе не богоугодное, а вполне себе уголовное. Уверен, что схему приватизации совхоза Алексеевский стоит срочно оценить и рассмотреть ее законность специалистам из Следственного комитета, прокуратуры, МВД или ФСБ. Вот там точно есть очень много чудесных вещей. Вообще-то приватизация как таковая, это хорошо и правильно. Но только при условии прозрачности и объективности оценки активов. А вот с этим в Башкортостане большие проблемы. Я вообще сторонник того, чтобы у государства не было много собственности. Потому что, как известно, государство это плохой менеджер. Причем в основном причина плохого менеджмента и плохого управления активами государством, это то, что государственными активами управляют живые и зачастую не очень компетентные менеджеры, которые подбираются из числа либо родственников, либо по принципу верности хозяину. Соответственно, речь об эффективном менеджменте там не идет. Вообще-то в Башкирии осталось не так уж и много так называемых жирных кусков. Их пересчитать можно по пальцам. Это, безусловно, Башспирт, это аэропорт Уфа, Башавтотранс, ну и пакеты государственных акций. Это пакеты акций Соды, Башнефти и еще нескольких крупных предприятий. Неоднократно в своих выпусках я говорил о таком обычае, который называю сделка губернатора. Это такая крупная сделка с собственностью государства, которая дозволена губернатору, причем дозволена она однократно, но при этом она позволяет ему больше никогда ни о чем не беспокоиться. Для Хамитова эта сделка была слияние каустика и Соды. Для Рахимова так называемая башкирская нефтянка. А вот какой будет сделка губернатора для Хабирова, мы, скорее всего, узнаем в ближайшем будущем. То есть, какое из этих жирных кусков отдадут Хабирову для приватизации. Завершая эту тему, добавлю, что скоро на нашем канале выйдет ролик Рустема Шаяхметова, в котором он подробно разберет принципы, на которых строится управление государственными активами. Ну, например, взяв для иллюстрации предприятие Башспирт. И я надеюсь, что Рустем Шаяхметов расскажет, почему эти принципы недостаточно эффективны, и почему мы получаем, как государство, как граждане, слишком маленькую прибыль и вообще маленькую эффективность от управления вот такими государственными активами. Ваши лайки и комментарии помогают продвигать канал и делать так, чтобы его увидели еще большее количество людей. А ваши подписки вселяют в нас уверенность в том, что мы движемся в верном направлении. Так что не ленитесь, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на наш канал, помогайте нам делать наше дело, и будем мы его делать с вами вместе еще лучше и лучше. Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан выявило нарушения при закупках Министерства культуры, которые происходили в связи с фестивалем Китаб-Байрам. Конкурсные процедуры были проведены в день открытия фестиваля. Притом Федеральная антимонопольная служба утверждает, что работы по этим конкурсным процедурам были сделаны до того, как был заключен контракт. Соответственно, Федеральная антимонопольная служба предполагает наличие сговора между заказчиком, между Министерством культуры и исполнителем по этим контрактам. Ну и вновь незамысловатая схема, в которой мелькает так называемая королева контрактов Министерства культуры Гульнара Юдина. То есть ничего не меняется в хозяйстве госпожи Шафиковой, все одни и те же подрядчики исполняют одни и те же танцы. Лично я не могу понять, когда же Министерство культуры Республики Башкортостан и лично министром Шафиковой заинтересуются не беззубый ФАС, а настоящие правоохранители, Следственный комитет, ФСБ или МВД. По-моему, и на мой взгляд, поводов и причин заинтересоваться вот этой контрактной деятельностью Министерства культуры более чем достаточно. На минувшей неделе в Стерли-Тамаке граждане вышли на площадь. Согласитесь, это даже звучит сенсационно, потому что в России сейчас мысли о протесте, по-моему, подпадают под какую-то уголовную статью, не то чтобы действия. Но в нашем случае это был не протест, а нижайшее прошение. С этим, видимо, все еще на площади можно выходить. Собственно, жители Стерли-Тамака, отчаявшись достучаться до местных властей и получить хоть сколько-нибудь внятный ответ или план решения проблемы, вышли на площадь и нижайше обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь исправить экологическую ситуацию в Стерли-Тамаке. В этом городе, одном из самых грязных, самых экологически неблагополучных городов России, уже действительно становится опасно дышать. Однако, я вот лично не уверен, что Владимир Путин услышит вот эти стинания Стерли-Тамакцев и кинется им помогать. Полагаю, что у Владимира Путина есть более серьезные проблемы на данный момент. За текущий 2024 год жители Стерли-Тамака оставили порядка 2500 официальных обращений на качество воздуха. Станциями мониторинга зафиксировано порядка 1500 превышений ПДК в жилой зоне. Жители в прямом смысле разрывают соцсети своими жалобами. Некоторые жители вынуждены переезжают из наших городов, фиксируется рост заболеваемости, в том числе онкологии, и, как следствие, снижается рождаемость и растет преждевременная смертность. Вы будете смеяться, но в Башкирии в 17-й раз, начиная с июня, подорожало топливо. В среднем бензин и дизельное топливо дорожают у нас регулярно один раз в неделю, и дважды заправиться по одной и той же цене уже не получается. Стоимость топовых марок бензина уже перевалила за отметку в 78 рублей, и наблюдатели отмечают, что в Башкирии топливо заметно дороже, чем даже в соседних регионах. Удивительно, что башкирские власти никак не пытаются влиять на ситуацию, складывающуюся на топливном рынке. И у меня появляется ощущение, что власти Башкирии находятся в каком-то сговоре с нефтяниками, с теми, кто реализует топливо на рынке Башкортостана. То есть тут такая же примерно история, как вот с тарифами на тепло. У нас в Башкирии самые высокие в России тарифы на тепло. И власти всячески охраняют вот эту ситуацию, всячески оправдывают тех, кто продает самое дорогое тепло в России жителям Башкирии, и никак на это не влияют. Вот примерно такая же картинка складывается с бензином. Кстати, все разговоры о том, что, дескать, подорожание бензина связано с тем, что бензин дорожает на бирже, это тоже неправда. В последнее время бензин на бирже или стоит на месте в цене, или даже дешевеет. Потому вот такая отмазка никак не работает. А на автозаправочных станциях бензин в Башкирии дорожает еженедельно. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале «Открытая политика». Если вы до сих пор еще не подписаны на этот канал, подпишитесь и тоже поучаствуйте в наших опросах. На этот раз мы выясняли, как наши подписчики хранят свои сбережения, если они у них есть. В опросе в этот раз поучаствовало более 1800 человек, и вот его результаты. 48% опрошенных живут, как говорится, в ноль, тратят все, что получили от зарплаты до зарплаты и не имеют никаких сбережений. 14% опрошенных и вовсе живут в кредит, то есть им не хватает даже того, что они зарабатывают. 6% из тех, кто участвовал в опросе, свои сбережения инвестируют в запасы продуктов питания. И только 16% имеют накопления на банковских счетах в рублях. 8% опрошенных хранят свои накопления в наличных рублях дома. 5% доверяют наличной валюте стран НАТО. И 2% покупают криптовалюты. Что примечательно, только 1% из опрошенных доверяет свои сбережения российскому фондовому рынку. Если немного обобщить эти категории, получается, что 68% не имеют никаких накоплений. То есть, хоть какая-то подушка безопасности, в случае чего, есть только у 1 трети опрошенных. Согласитесь, это очень тревожная статистика. И это наводит на мысли о ситуации в экономике и в социально-экономической сфере в Башкортостане, да и, наверное, в России в целом. Субтитры создавал DimaTorzok